Англичане уже после двух туров, обеспечившие себе первое место, начали ни шатка, ни валка. За весь первый тайм они создали лишь один по-настоящему опасный голевой момент. Гаскоин пяткой откатил под удар Инк, но то Форелл был на чеку. Бразильцы напротив играли сверхактивно. За первые 7 минут, заработав 7 угловых, на 27-й минуте Рональдо осчастливил пасом Леонардо. Желтая десятка играючи разобрался с защитником, но с убойной позицией пробил выше цели. Самые яркие звезды обеих команд, Рональдо и Аллен Ширер, в этот вечер лишь тускло мерцали. Запоминающимся эпизодом с участием двух девяток, стало лишь их свидание в центре поля, завершившееся обменом ударами с правых ног и вознагражденной парой горчичников. На пятой минуте второй половины Леонардо сверхдальним ударом со штрафного озаботил Симона. Переведя мяч выше ворот, английский кипер не сразу поверил своему счастью. Затем Симон одной левой разобрался с Диалминией, выставив для баланса правую руку, он левой сумел зацепить мяч, обезопасив его траекторию. И все же сухим моряку Симону остаться не удалось. Леонардо пробросил Ромарио, тот легко убежал от Невила и провел в дальний угол. На этот раз везучая левая Симона не сработала. 1-0 побеждают бразильцы и становятся единственной командой, не потерпевшей на турнире ни одного поражения. Но кубок все равно получили англичане, заработавшие 6 очков. На счету бразильцев 5, а на следующий день французам и итальянцам предстояло сразиться за третье место. Продолжение следует...